Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а самое главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы хотим познакомить вас с автомобилем для внутреннего рынка Японии. Модель эта достаточно свежая, она выпускается и по сей день, пережив рестайлинг, однако, по крайней мере, у нас эти машины еще не столь частые гости. Во многом благодаря тому, что ценники пока на эти автобусы держатся на достаточно высоком относительно их предшественника уровне. В нашем сегодняшнем обзоре мы постараемся дать вам общее представление об этом автомобиле. Заглянем в салон, поговорим про кузов, про двигатели, коробки передач и посмотрим, что представляет собой этот автомобиль при взгляде снизу. Встречайте, Nissan Sirena в кузове C27. Nissan Sirena в кузове C27 появилась в 2016 году. Эта модель продолжает выпускаться по настоящее время. В 2019 машину основательно обновили. Что касается версии различных двигателей, коробок передач и типов привода, эти автомобили предлагались как в варианте с передним, так и в варианте с полным приводом. А по части силовых установок выбор сводился к двум вариантам. Это двухлитровый бензиновый агрегат, который мог находиться под капотом либо чисто бензиновой версии на вариаторной коробке передач, либо версии Smart Hybrid, S-Gibrid, как в нашем случае, когда автомобилю в помощь бензиновому ДВС был поставлен еще и небольшой электродвигатель. А в 2018 году появилась Sirena E-Power, где силовая установка была уже полностью гибридной, больше напоминающей таковую, например, у Toyota Prius. В этом случае роль коробки передач, по большому счету, исполнял редуктор. Силовая установка там намного более сложная по своей электрической части, чем на Smart Hybrid, но свои плюсы у такой схемы, конечно же, есть. Наш сегодняшний экземпляр это как раз-таки гибридная Sirena, это не E-Power 2016 года выпуска, до рестайлинг. Автомобиль без пробега по России, по Японии эта машина успела пробежать 110 тысяч километров. 27-я Sirena это полноразмерный японский микроавтобус, соответственно и габаритные размеры у автомобиля вполне взрослые. Длина кузова составляет 4 метра 69 сантиметров, ширина 1 метр 69, высота автомобиля 1 метр 86, а колесная база 2 метра 86 сантиметров. Автомобиль при этом сложно назвать низким. Дорожный просвет в своей минимальной точке у 27-й Sirena составляет вполне себе стандартные легковые 160 миллиметров. Даже немного выше среднепринятых стандартов у современных автомобилей. Несмотря на взрослые размеры, автомобиль весьма маневрен и радиус разворота всего 5,5 метров, что оценят те, кому придется эксплуатировать подобную машину в условиях тесных городских дворов. Но о емкости топливного бака в 55 литров с учетом экономичности силовых установок подобных автомобилей вам также должно хватить как в городе, так и на трассе. Про кузов автомобиля в данном случае много сказать не получится в плане лакокрасочного покрытия и сопротивляемости ржавчине. Толщина лакокрасочного покрытия у 27-й Sirena стандартная, как и у большинства японских машин 90-130-140 микрон. Что касается качества лакокрасочного покрытия, то, как правило, большинство подобных автомобилей приходит к нам из Японии без каких-либо видимых следов эксплуатации, сколов, царапин и так далее. Ну а что касается ржавчины, то поскольку эти автомобили еще достаточно свежие и самым пожилым экземпляром, таким как наш, едва-едва исполнилось 6 лет, то и говорить об этом также пока преждевременно. Время, как говорится, покажет. Ну а обзор салона начнем с багажника, вернее с удобства доступа туда. Первое, что следует отметить по сравнению с ее предшественником в кузове C26, что крышка багажника претерпела некоторые изменения. И теперь вы можете отдельно открыть стекло, что обеспечивает доступ через достаточно широкий проем. И в случае, если нужно бросить сюда какую-то мелкую поклажу, совершенно не обязательно открывать всю крышку багажника полностью. Эта же функция явно пригодится, если вам нужно погрузить что-то в автомобиль, когда он стоит на тесной парковке. И расстояние до машины, либо до препятствия, просто не позволит вам открыть всю большую пятую дверь. А она действительно большая и довольно тяжелая. Философствовать на тему ширины и высоты багажного проема особенно не приходится. Он здесь действительно огромный. Но для проформы ширина по средине проема порядка 114 сантиметров. А высота проема больше, чем метр двадцать. Что касается каких-либо дополнительных фишек по самому багажнику в положении с поднятыми сидениями третьего ряда, то здесь можно отметить разве что фальшпол, под которым скрывается довольно глубокая ниша, куда можно побросать очень много разной всячины, которая не будет захламлять пространство наверху. При наличии третьего ряда сидений длина багажного проема в данном случае едва-едва достигнет 40 сантиметров. И то с небольшим натягом. Поэтому, если вам не нужен третий ряд повседневной эксплуатации, и вы едете, например, с пятью пассажирами, кресло третьего ряда лучше свернуть. Кстати, складываются кресла третьего ряда довольно легко. Правда, сначала придется удалить средний подголовник. Он будет мешаться. Подняв сидение в вертикальное положение, вы можете зафиксировать его при помощи своеобразной лямки. При этом отрегулировать ее натяг так, как будет нужно, чтобы кресло заняло вертикальное положение и не болталось при езде. При такой пятиместной конфигурации пространство в багажнике становится уже очень и очень большим. Длина до начала салазок кресел порядка 106 сантиметров. И это будет обозначать, что кресла второго ряда сдвинуты в самое крайнее положение назад. А диапазон регулировки у них очень большой. Поэтому, при желании, можно дополнительно это пространство расширить. Попадая в салон 27-й сирены, первое, на что обращаешь внимание, помимо простора вокруг, это обзорность. С обзорностью все было в порядке и у 26-го кузова. Но здесь с этим не просто все в порядке, а в полном порядке. Помимо того, что здесь нет проблем с мертвыми зонами при повороте, в которых могут прятаться пешеходы благодаря огромному дополнительному остеклению в центральных стойках, здесь также очень информативные, удобные и крупные боковые зеркала. Помимо этого, наша комплектация также дополнена и системой камер кругового обзора, изображение с которых выводится на большой монитор на приборной панели. Места вокруг действительно много и для водителя, и для пассажира. Сидеть на самом деле очень удобно. Здесь есть подлокотники как у водителя, так и у переднего пассажира, кстати сказать. Так что в дальней дороге опора будет и под левым, и под, соответственно, правым локтем. При этом все органы управления, а именно кнопочки, которых здесь, кстати говоря, не так уж и много, с поправкой на огромное количество функций, которые имеет этот автомобиль, достаточно удобно расположены и путаницы тут не возникает. Что касается диапазона регулировок, то рулевая колонка регулируется у нас как по наклону, так и по вылету, причем в достаточно действительно широком диапазоне сидения водителя. Также у нас имеет регулировку вверх-вниз, что позволяет подобрать оптимальную высоту посадки с точки зрения собственных предпочтений. Диапазон регулировки продольный, здесь не слишком большой, но с поправкой на концепцию автомобиля и наличие регулировки по высоте его также будет достаточно. Ну и, конечно, наклон спинки. То есть подобрать удобное положение для себя сможет без труда абсолютно любой водитель, ну, кроме, может быть, каких-то самых экстремально запредельных значений роста веса. По крайней мере, у меня при росте 1,86 м удобно сесть за рулем 27-й сирены, вполне получилось. Ну, а теперь вкратце по кнопочкам и по функционалу автомобиля. На рулевом колесе мы видим сгруппированные клавиши управления функциями мультимедийной системы слева и круиз-контроля справа. Круиз-контроль здесь, кстати говоря, необычный. Это продвинутая версия адаптивного круиза или радарного круиза. То есть машина сама будет выдерживать дистанцию при езде по трассе. Вы догоняете впереди идущий автомобиль, который движется со скоростью меньше вашей заданной, например, при скорости 100 км в час на круизе. Вы догоняете фуру, которая движется на скорости 80. Так вот, автомобиль по достижении заданной дистанции сам оттормозится рабочими тормозами и будет выдерживать скорость движения впереди идущего авто. До момента, пока вы не отважитесь начать обгон. На самом деле это очень-очень удобная функция. Помимо прочего, на дорогах соответствующего качества этот автомобиль может также реализовывать функции своего рода автопилота. То есть выдерживать скорость движения и полосу движения. Делать это самостоятельно без вашего участия. С правой стороны у нас сгруппированы дополнительные клавиши, в том числе клавиши включения-выключения режима старт-стоп, клавиши открывания боковых дверей. В случае, если они электрифицированы на нашем автомобиле, такая дверь только левая. А внизу, слева от рулевой колонки, спрятанные от взгляда водителя, клавиши системы предупреждения столкновения или контроль дистанции и клавиши системы антизаноса. Отдельно на центральную консоль вынесена клавиша включения камер кругового обзора, система автопарковки. Здесь также располагается и пульт управления системой климат-контроля. Она полностью автоматическая, но в нашем случае рассчитана только на одну единственную зону. При этом функция регулировка скорости обдува и температуры в салоне осуществляется при помощи весьма тактильно приятных ручек. Очень удобно. Еще ниже клавиша запуска остановки двигателя, электроручник и функция автохолд, позволяющая вам убирать ногу с педали тормоза при остановке автомобиля, например, в пробках. В этом случае машина встанет на тормоза сама и возобновит движение только после того, как вы нажмете на газ. Функция на самом деле очень полезная при движении в городских пробках, но оценить ее можно только опробовав самому. Что касается каких-либо бардачков, подстаканников и ниш для хранения, то вот с бардачками у сирены в 27 кузове все в порядке. Здесь есть небольшой дополнительный перчаточный ящик перед водителем на центральной консоли. Также есть небольшой ящичек в районе правой ноги водителя, куда можно положить что-то совсем-совсем необъемное. Дополнительный перчаточный ящик у переднего пассажира. Полка, розетка на 12 вольт. Здесь два подстаканника в центральной консоли, довольно удобные и расположенные как раз под руку. Ну и вместительный бардачок. Правда, в открытом положении тянуться с места водителя туда достаточно далеко. Но это издержки большого салона. Что касается сидений заднего ряда, вернее задних рядов, которых здесь два, на втором ряду предсказуемо места очень и очень много. Пространство для ног здесь просто огромное. При росте метра 86 я могу расположиться, вытянув ноги. При этом вы, естественно, можете регулировать спинку сидения по наклону. Вы можете сесть практически в полулежащее положение, что будет очень удобно. Центральная секция трехсекционного сидения может складываться в удобный подлокотник, если третий пассажир вам здесь не нужен. В подлокотнике есть отсек для телефона, есть подстаканник и есть дополнительный бардачок. В спинке переднего сидения располагается дополнительный, опять же, столик с подстаканниками, с очень удобными фиксаторами. Есть подстаканник в дверной карте, но вот нет подлокотника, поэтому правый локоть у вас в любом случае будет здесь висеть в воздухе. Есть механическая шторка, в которой вы можете отгородиться от внешнего мира. Ну, а если вам не нужна центральная секция вообще, передайте ее водителю и переднему пассажиру. В этом случае вы откроете проход на второй ряд. Что касается сидений третьего ряда, то при условии, что передние пассажиры немножко не ущерб себе потесняться, сесть здесь комфортно сможет даже человек высокого роста. По ширине, если что, хоть запаса и немного, но присутствует также и третий ремень безопасности. У задних пассажиров в данном случае будет собственный подлокотник с двумя подстаканниками и возможность отрегулировать спинку сидения по наклону, в том числе в полулежащее положение. Кроме того, в случае, если двери автомобиля электрифицированы, у пассажиров третьего ряда будет своя собственная клавиша электропривода открытия боковой двери. В нашем случае такая дверь только одна с левой стороны, поэтому у левого пассажира клавиша открытия присутствует, а справа заглушка. Что касается двигателей, то под капотом этого автомобиля могло находиться всего два агрегата. Первый объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил и с 210 ньютонами на метр крутящего момента носил индекс MR20DD. Аббревиатура, вернее, суффикс DD обозначает непосредственный впрыск топлива, то есть на этом бензиновом двигателе используется топливный насос высокого давления с соответствующими форсунками. По конфигурации это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров и алюминиевой же головкой блока на два распредвала. Гидрокомпенсаторов, кстати говоря, здесь нет, поэтому по идее с необходимостью регулировки клапанных зазоров владелец такой сирены вполне может сквовременем столкнуться. Механизм ГРМ в данном случае цепной и ранее чем на пробеге в 150-160 тысяч километров цепь очень вряд ли заявит о себе необходимостью замены. Но если вы смотрите подобный автомобиль с очень большим пробегом за 200 тысяч километров, на всякий случай послушайте, чтобы со стороны механизма ГРМ не доносилось постороннего шума. Вряд ли вам захочется сразу после покупки менять подрастянутую цепь на новую. Что касается каких-то особенно характерных для данной силовой установки проблем, то отметить можно, пожалуй, разве что необходимость затягивать свечи зажигания при их замене при помощи динамометрического ключа и не тянуть со всей дури, поскольку в данном случае есть шанс закрутить свечу так, что появится трещина в самой головке блока цилиндров. Кстати, доступ к свечам и катушкам зажигания на 27-й сирене гораздо лучше, чем это было на предшественнике в кузове C26. В данном случае новый впускной коллектор пластиковый и имеет отдельные каналы с соответствующими окнами, куда можно хотя бы просунуть инструмент и руку. То есть выкрутить свечи на этом моторе проблем представлять не будет. По сравнению с предшественником, где впускной коллектор – это сплошной кусок пластика, который обязательно и безальтернативно нужно демонтировать, прежде чем вы получите доступ к свечам и катушкам. При эксплуатации следует иметь в виду, что, как и любой агрегат с непосредственным впрыском топлива, данный двигатель склонен к образованию нагара в клапанном механизме, поэтому, опять же, масло лучше использовать качественно и все-таки менять его почаще. 7000 км – это нормальный разумный рубеж. В случае, если вы обнаружили на таком двигателе плавающие обороты холостого хода, скорее всего, проблема будет скрываться в грязной дроссельной заслонке, которая нуждается в периодической чистке. Ну, а если вы смотрите автомобиль с пробегом свыше 200 тысяч километров, обратите внимание на отсутствие симптомов масложора. То есть, как минимум, разгазуйте автомобиль и проверьте его надымность. К большим пробегам МР-20 вполне может начать подъедать масло. Ну, а по фазовращателям, которых здесь два на впускном и на выпускном распредвалу, вопросов, в общем-то, и нет. Муфты работают и работают исправно долгое время. Ну, а вторая силовая установка, которая встречается только на середине E-Power, идентично таковой у Nissan Note в кузове E12. Это маленький двигатель с тремя цилиндрами. Его индекс HR-12DE. Впрыс топлива на нем самый обычный распределенный. Фазовращатель только один на впускном распредвалу, а привод ГРМ по-прежнему цепной. Причем HR-12DE это очень хороший и ресурсный надежный двигатель на 84 лошадиные силы, который на борту подобной сирены выступает с КАЕ в роли генератора, нежели тягового двигателя. У сирены E-Power совершенно другая схема устройства. В качестве трансмиссии там используется сложный комбинированный агрегат, сочетающий в себе, по сути дела, коробку передач в виде планетарного редуктора. При этом оговоримся сразу, по части надежности версия E-Power это очень и очень хороший выбор. С минимальным расходом топлива, очень хорошей при этом динамикой и более простым устройством трансмиссии, что предполагает и более длительный срок службы. Единственное, о чем следует помнить, если вы покупаете подобный автомобиль версии E-Power, это о том, что контуров охлаждения у такого автомобиля будет два. Один непосредственно на бензиновый ДВС, а второй на силовую установку, то есть на инвертор и в том числе, кстати, на планетарный редуктор, который охлаждается антифризом, а не маслом. Поэтому объем заправляемого в редуктор подобного автомобиля масла очень маленький, это менее двух литров, но использовать следует только специальную, предназначенную для этого жидкость. Что касается коробок передач, если говорить про их традиционное понимание, то если не усчитывать версию E-Power, про которую мы только что сказали, эти автомобили могли комплектоваться только вариаторной трансмиссией, но в двух разновидностях. Коробка передач на обычной негибридной сирене и на мягком гибриде будет разная. На обычной стандартной сирене с бензиновым двигателем без помощи электромотора установлен вариатор по классификации JATCO GF 016. Из того, о чем следует знать будущим покупателям подобных автомобилей, можно отметить то, что эта трансмиссия очень боится перегрева, а еще больше, чем перегрева, она боится грязного масла, поскольку к продуктам износа она крайне чувствительна ввиду прецизионных мелких зазоров. Соответственно, если вы будете редко менять масло на данной трансмиссии, рано или поздно первым сдастся гидроблок, который потянет за собой уже все остальные компоненты данного вариатора. Поэтому, чтобы поддерживать свою коробку в исправном состоянии, меняйте рабочую жидкость раз в 40 тысяч километров пробега. При этом не забывайте, что нужно снимать поддон, обязательно очистить магниты и менять оба фильтра. При этом не забывайте, что замена производится со снятием поддона, чисткой соответствующих магнитов и заменой двух фильтров. Что касается версии S-гибрид, то вариатор здесь носит другую маркировку GF-018. И эта коробка существенно отличается от версии GF-016 тем фактом, что имеет внутри себя электромотор и компоненты многодискового сцепления вместо традиционного гидротрансформатора. Подобная схема позволяет вам расцеплять двигатель и трансмиссию при необходимости. Например, продерживать движение автомобиля при остановленном бензиновом двигателе при движении накатом. Эта схема позволяет реализовывать достаточно неплохие динамические показатели и существенно увеличивать топливную экономичность. Все, что было сказано про вариатор GF-016, столь же применимо и к вариатору GF-018. Жидкость в нем также нужно менять часто, поскольку сами компоненты многодискового сцепления при работе изнашиваются и как раз эти продукты износа попадают в масло, впоследствии приводя к появлению дополнительных рисков для жизни вашей КПП. Поэтому в случае, если страшное все же когда-нибудь случится и ваш вариатор на 27-ю сиреню прикажет долго жить, предпочтительным вариантом восстановления автомобиля будет как раз-таки ремонт трансмиссии, а не поиск контрактного агрегата. Что касается ходовой части Nissan Sirena в 27-м кузове, то, как и на предшественнике, подвеска здесь легковая и весьма комфортная. По своему устройству спереди это по-прежнему Макферсон, а сзади это зависимая подвеска, в нашем случае балка. Так же, как и на предыдущем кузове на 26-й сирене, для замены, например, втулок переднего стабилизатора, скорее всего, вам придется частично демонтировать и опускать подрамник, поскольку без данной процедуры подобраться к нему будет проблематично. Нижние шаровые опоры в данном случае меняются по задумке производителя вместе с рычагом, если речь идет про оригинальные запасные части. Рулевая рейка здесь электрическая, и как минимум проблем с подтеканиями системы гидроусилителя здесь не будет, поскольку течь тут просто нечему. Кстати говоря, применительно к этому конкретному экземпляру обращает на себя и общее состояние днища, в плане отсутствия следов коррозии. Небольшое количество ржавчины в данном случае можно обнаружить только на элементах выхлопной системы, и в данном случае все это дело отсюда стирается пальцем. Сзади, как уже упоминалось, балка, ломаться здесь практически нечему, два больших сайлинблока, чей ресурс, как показывает практика, превышает 200 тысяч километров пробега легко, и втулки на амортизаторах. Стоит также добавить, что на 27-й сирене, как и на ее предшественнике, не только нет запасного колеса даже в виде докатки, но нет даже и места, куда теоретически его можно было бы пристроить. Ниша в багажнике для этого слишком малообъемная, поэтому в данном случае владельцам подобных автомобилей придется довольствоваться заводским ремкомплектом из герметика и компрессора. На этом наш сегодняшний обзор подошел к концу. Надеемся, у вас появилось общее представление о том, что такое Nissan Sirena в кузове C27 как автомобиль. Если у вас была или есть такая машина, на которой вы проехали уже достаточно много, и она у вас достаточно долгое время, и вам есть чем с нами поделиться, чем нас дополнить и в чем поправить, указывайте это в комментариях, поскольку людям, выбирающим подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Ну а если же вас заинтересовал именно этот автомобиль, который был на нашем подъемнике, то про его наличие в продаже и про стоимость вы можете уточнить по контактным данным внизу под видео. Пишите, звоните, интересуйтесь. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok